Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» Дорогие братья и сестры, на библейском портале «Экзегет» мы вместе с вами рассматриваем трудные места Священного Писания и пытаемся найти правильный ответ. У апостола Павла в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, есть такие слова. «Что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и крестятся для мертвых?» Действительно, святой Феофан Затворник тоже признавал, что это место достаточно тяжелое, сложное, и его трудно просто так объяснить. Но уже древние святые отцы, они поясняли, прежде всего, что не нужно превратно понимать эти слова. А превратно как? А превратно это так, как делали некоторые еретики, маркианиты, то есть гностики, а сейчас это повторяют мормоны, когда они крестятся за мертвых. Вот если какой-то человек, допустим, умер давно, а они захотят и возьмут и крестят его, хотя он уже давно перешел в иной мир. И он никак не выражает своего желания, хочет он или не хочет. И проводят они свой обряд. А в древности вот эти еретики-гностики, они как поступали? Что если человек некрещенный, но умерший, вот он лишь, его клали на скамейку, а под скамейку живой человек залазил. И когда задавали вопросы, вопросы при крещении, там, желаешь ли, хочешь ли сочетаться с Христом, то отвечал живой из-под лавки за этого умершего. Ну и получалось, вроде как бы они крестили вот этого мертвого. И они как раз ссылались на эти слова апостола Павла, что крестящиеся для мертвых. Но святые отцы уже в древности порицали такую практику. Почему? Потому что, когда ты расстался с телом, то все, ты переходишь уже на суд. И тебя можно вымолить, если ты уже крещен. А над умершим невозможно не таинство исповеди совершить, потому что он уже не здесь, он перешел. Он совлекся в свои телесные оболочки. И душою своей он уже в ином мире. И его уже невозможно здесь приобщить святых тайн Христовых. То есть все таинства, которые даны для церкви на земле, они на земле и совершаются. А в ином мире все иное. И святой Иоанн Златоуст объясняет слова апостола Павла следующим образом. Вот вся эта глава, она как раз говорит о воскресении Христовом. О том, что Христос, он, конечно, умер за грехи наши, по Писанию. Погребен был, но он и в третий день воскрес. И как перечисляет апостол Павел, он явился уже, будучи воскрешим, к Кифе, то есть апостолу Петру. Потом двенадцати. Потом явился более нежели пятиста братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. Это пишет апостол Павел применительно к своему времени, когда он это послание написал. Из тех пятисот человек, увидевших воскресшего Господа, многие еще жили. «Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех, пишет апостол Павел, явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Но вот с ним тоже происходит вот это духовное воскресение, он возрождается от богобурчества к истинному служению, и он свидетельствует, что есть воскресение. Есть воскресение мертвых, и в частности воскресение мертвых тел. Потому что если нет этого воскресения, то тогда ради чего Христос воскрес своим телом? И апостол Павел, как объясняет Иоанн Златоуст, он пытается доказать, что именно телесное наше естество воскреснет. Не просто мы душой своей бессмертной спасемся со Христом, а Христос воскрес для нашего телесного будущего воскресения. И поэтому таинство крещения, оно совершается в том числе ради наших мертвых тел. Вот сейчас мы в телах носим мертвость. Это то следствие греха, греховной жизни, и тела наши, несомненно, отдадут долг этой мертвости. Но если мы приняли крещение, если мы в крещении совоскресли со Христом, то и тела наши в будущем тоже воскреснут. Вот когда совершается таинство крещения троекратно во имя Святой Троицы, а также в знак тридневного погребения Христа и его тридневного воскресения, то, как мы знаем, вот когда крещают, да, то произносят, крещается рабожий такой-то во имя Отца, аминь, его первый раз погружают, и сына, аминь, второй раз погружают, и Святаго Духа, аминь, третий раз погружают в воду крещения. Так вот, это погружение означает, что не изведение в воду, а символизирует умирание человека, что мы мертвы, и мы вот умираем для греха, а когда выводится из воды крещаемая, то он как раз совоскресается Христом. Вот это троекратное изведение из воды крещаемого означает его приобщение воскресшему Господу и его совоскресение вместе с Господом Иисусом Христом. И по объяснению святого Иоанна Золотоуста, вот это и есть крещение ради наших мертвых тел, что мы крестимся не только для того, чтобы душой воскреснуть, но чтобы и тело наше тоже приобщено было благодати воскресшего Господа, и в будущем совоскресло вместе со всеми, вместе вот с Господом нашим Иисусом Христом. Вот такое толкование предлагает святой Иоанн Золотоуст, и смысл его заключается в том, что крещение, которое мы принимаем, которое мы приняли, оно в том числе для наших мертвых тел, чтобы они не были мертвыми и в будущем воскресли. Спаси всех, Господь, дорогие братья и сестры!